Всем доброго утра! Не знаю, как у вас, а у меня 6 утра. И я подумала, почему бы не провести время с пользой, при учете того, что мне еще 2 часа до вылета. Я записываю вам видео прямо из аэропорта. Итак, что же я вам хочу сегодня рассказать? Я вам хочу сегодня рассказать про флагманский продукт компании, с которого она начинала. И это задумка, которая гораздо больше, чем просто тряпочки. Начну немного издалека. В 1945 году Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировке. На тот момент средний срок жизни японца составлял 43 года. Плюс атомная бомбардировка. И вот в этот момент правительство Японии принимает очень важный и очень серьезный закон. Несколько законов. Первое. Они запрещают использовать бытовую химию дома. И второе. Они настаивают на том, чтобы каждый житель Японии начал принимать биологически активные добавки к пище. Именно таким способом Япония на сегодняшний момент, к 2003 году, достигла среднего срока продолжительности жизни своего гражданина 93 года. Заметьте, это не долгожитель, а это средний срок жизни. Если про БАДы мы с вами поговорим как-нибудь потом, то сегодня я хочу вам рассказать как раз таки, как все-таки Япония вышла из вот этого вот замкнутого круга бытовой химии. Они создали уникальное микроволокно, при помощи которого человек может убираться у себя дома, не используя бытовую химию, но используя законы физики. У меня в руках вот такая вот косметическая салфетка, которую я ношу с собой везде. У меня их всегда миллион. Я их использую скорее как разные платочки. То есть это не только для снятия косметики, но и для снятия любых загрязнений, в том числе с одеждой, если пятно свежее. Так вот, представьте себе, что подобная салфетка, в каждом грамме такой салфетки, находится 45 километров нити. Вот уже на этом моменте у вас должен сломаться мозг, как в свое время сломался у меня. Что же происходит? Так вот, представьте себе, что вот эта вот салфетка создана из рассеченного микроволокна. Значит, это микроволокно, оно в 100 раз тоньше, чем человеческий волос. То есть его видно только под микроскопом. Дальше, на протяжении всей длины этого микроволокна, оно рассечено лазером на 8 равных частей. Основная нить это полиэстер. И дальше в эту нить вложили полиамид. Полиэстер и полиамид одинакового ионного заряда. Они между собой никогда не соприкоснутся. Но между ними образовалась пустота, которую закон физики стремится заполнить. А теперь просто вообразите, что вот в этой салфетке 45 километров нити, которая между собой запунула в каждом грамме 45 километров нити. Не во всей салфетке, а в каждом грамме. Кстати, интересно, сколько же грамм весит вот эта салфетка. Я не знаю, я не взвешивала. Но прям стало интересно, и я задамся целью это все взвесить. Так вот, естественно, что по законам физики все вот эти нити, они стремятся в себя заполнить чем-то пространство. И заполняется оно, как правило, грязью, жиром, какими-нибудь патогенными бактериями, микрофлорой и, естественно, водой. И потом точно так же при помощи воды и хозяйственного мыла просто из себя выполаскивается. Вот таким образом японцы создали рассеченное микроволокно, которое мы используем сегодня для уборки. Лично я пользуюсь этим микроволокном уже два с половиной года. Я не использую дома химию. И поверьте на слово, у меня дом реально чистый. На сегодняшний момент Greenway владеет патентом на это микроволокно на 90 лет. И сегодня созданы уже целые серии для уборки дома, для ухода за телом, для ухода за автомобилем, для ухода за малышами, для ухода за нашими четвероногими питомцами. На самом деле это огромное количество разного текстиля, который я, естественно, не смогу уложить в одном видео. Но я постепенно познакомлю вас с этим микроволокном у себя в чате. Если вам интересно попасть ко мне в чат, пожалуйста, напишите мне, и я вас обязательно добавлю.